Они заставляют Ван зайти в войну, что защищать себя, они все утянули в воде. Даже они не искали их, потому что тогда мы не потеряли Ливан вообще. Когда я здесь, мне спокойной душой. Может быть стыдно чуть-чуть говорить, что как он уже есть сейчас, но надо это говорить, что люди уже поняли, что творится вокруг нас. Раньше в Ливан было вообще все спокойно, богатая страна, хорошо жили. Пока они пришли к нам, как сказать, советники, которые из Европы, Америки, говорят, как надо жить, как лучше жить, так переживали за наших детей, переживали за нас, как лучше нам надо жить, всегда объяснили. Есть люди, которые верили в это, а есть, конечно, люди, которые не верили в это. В общем, после такого, можно сказать, что Ливан разорвали его. Можно сказать, что у нас в Ливане сейчас даже редко чистая вода появляется. Электричество падает один раз в неделю, может. А раньше, можно сказать, что у людей, у них были масштабные планы, да, и светлые мечты, можно сказать. А сейчас они думают лишь только, как выжить и как покормить семью. Как это произошло, как мы увидим не только в Ливане. Есть такое еще было и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии, и в Афганистане. Если мы сами будем посмотреть, что происходит, мы понимаем, что они просто знают, как они будут войти в любую страну, они ищут слабые места, они работают на них. Ну, например, они хотят разделять людей, что они поругались между ними, что они воевали между ними. А потом они будут стоять в сторону, которую они поддерживают. Если они не получаются, что у них так сделают, начинается санкс. Ну, вы посмотрите, давайте, ну и сами посмотрите, как может в интернет. Всегда так, в любой страну, так начинается и так заканчивается. Люди, которые поверили в это, например, ну, сейчас уже в Ливане поздно, что-то еще передают. Они уже захватили, как будто в Ливане, да. Я говорю пример, например, мама преподаватель французский язык. Раньше была зарплата у него примерно 3 тысячи долларов. Сейчас в этой ситуации даже 10 долларов не будет. А все осталось как и есть, да, все дорого, все так, но только зарплата уже меньше. Можно сказать, что человек, который потерял всю свою жизнь ради, можно сказать, государство ради этого. Это потому, что люди хотели попробовать, а не поверить. Вот попробовали, например, и не получилось, и что дальше? Дальше пока мы не видим никакой надежды, пока мы не видим ничего. Они просто захватили. Сейчас они дают нам, как сказать, дают в Ливане, дают им... Если видят, надо послушать их, выполнять их задачи, например. Если так, ты не ждешь. Они за переживания за детей, им все равно. Сейчас, например, лекарства не хватает, например, в Ливане, или люди умирают, да, им все равно. Почему? Давай скажем свежий смысл, да. Вот недавно в телевизор, сколько был шум за это патискафы, которые утонули в воде, да. Четыре человека. Тоже мне жалко эти люди, да. Но три дня или неделю назад корабли 600 человек, которые, они тоже убегали из их страны, куда они хотят просто нормально жить. Они все утянули в воде. Даже они не искали их. 600 чем-то человек. Это не люди, а эти люди. Вот смотрите, как они думают просто. А кто виноват, что они убегали из страны? Они виноваты. Они же зашли туда, они же разорвали их страны, что люди жили гордые в их стране. Они сами зашли, разорвали все в эту страну, а потом они начинают снижать людей вот так. Они умирать. Им все равно. Это все разговоры за переживаниями. Это просто их задача, что люди поверили в это, и они пошли за это. Я за это думаю, что, к сожалению, вот так у нас сейчас вливать. Обидно когда-то, ну, например, люди не знают. Почему они не знают? Потому что они не хотят знать. Потому что они не знают ничего, они не смотрят. Они просто слушают о других. Это большая ошибка, когда ты слушаешь, и ты не понимаешь, что творится вокруг тебя. Это большая ошибка, которая страдала. Или Иван, или Сирия, или это все страдали, потому что люди на горячих просто слышали и в все поверили. Ну, необычный. Семья хотели, что я после школы я учился во Франции, а я выбрал Беларусь, потому что много, поскольку туда уехали друзья, и много хорошего говорили о качественном и доступном образовании, мирном и обеспеченной жизни. Я поступил в Гродненский медицинский университет, потом обучился в Минске на высшее образование, можно сказать, врач-автомолог. Я жил более 10 лет здесь, познакомился с очень многими беларусами. У вас, Беларусь, очень добрые люди. Страна очень красивая, очень чистая, которую я не видел нигде. За это я не сожалею, что я остался здесь. Благодарен эту страну сильному президенту. Я считаю, что президент сильный, даже не все знают, почему. Он настоящий мужчина, который знал, как вести в любой ситуации, которую наши, которые в Ливане, они не могли. Я раньше сказал, я хотел бы, что наш президент здесь был у нас, в Ливан хотя бы на месяц, что он издал порядок, как и здесь. Потому что тогда мы не потеряли Ливан вообще. Мы всегда бывали на хоккее, на какие-то мероприятия. Всегда он был. Мы всегда здоровались. Издалека. Не только меня, конечно, мы компания, да? Я всегда хотел поздороваться руками, обнимать такой мужчину просто. Честь. Это для меня вообще человек, который сохранил свою страну. И ему наплевать на все. Главное, что были здесь спокойно и без войны. Как если... Мы были бы хуже, чем Украина. Я не хочу лезть в сильную политику, но когда заставляют тебя давать войну. Да? Ты не хочешь, они тебя заставляют. Но ты должна защищать свой народ. Такой. Просто вообще очень-очень... Просто сказать мужик. Ну, я очень бы хотел познакомиться поближе. Это мой герой-человек, который я... в жизни, на который я смотрю. В начале 2020 года, когда началось непонимание в страну, много людей, которые переживали и поддержали государство. Конечно, они очень сильно переживали и ушли на улицу, хотели показать, что мы за Беларусь, мы за президента. И мы это собрали и познакомились. Тогда уже были просто обычные люди, которые переживали за Беларусь. И по времени уже эти обычные люди, они передумали и сделали организацию, которая называется Патриотик Беларусь, в которой мы думали, сделать масштабный автопробег по всем Беларусь. Первый масштабный автопробег был 6500 километров за 14 дней. Мы ездили вообще все Беларусь, 118 районов. И мне было очень интересно тоже ездить по всем Беларусь и посмотреть поближе, узнавать все от людей. И каждый район показал нам, как они нам встретили, какие добрые у вас люди, какие у вас... Ну, никто не хочет война. Все были... Они очень переживали. Мы успокоили, объяснили, что все как... Ну, все нормально, все такое. Ну, потому что когда идет загрузка на страну, мы именно сделали это специально, люди уже испугаются, они думают, что что-то случилось. А там еще ничего не было. Просто было все под, сказать, под контролем. Но просто много рекламы пошли неправильно. И мы ездили и посмотрели все, все 118 районов. Мы тоже сделали так красиво в первом... Ну, в 2020-м мы забрали из каждого города зерно. Из этого зерно мы хотели показать заедине Беларусь. Как сделать? Ну, мысленно, чтобы было приятно и красиво. Мы взяли зерно из каждого города, сделали каравай, объединили это зерно все вместе, потом возвращали им каждого, каждый город. Тоже подарили там государству, президент, очень большой бокал из зерно такой, красиво было. В прошлом году ездили 9500 километров. Мы из каждого города вязали шестеронки название город. Мы сделали карту Беларусь и все города как шестеронки. Они крутятся, все крутятся вместе. Это тоже объясним как за объединение Беларусь. Если убираешь одну шестеронку, все шестеронки не будут работать. Ну, объяснить, что-то будет красиво. Ну, еще много проектов в Патриотов, ну, очень много подойдет, как сохранить историю тоже. Мы тоже ездили в много, ну, тоже много городов, ставили таблички, QR-коды, которые, ну, если ты хочешь этот герой, как была война, что было, просто по телефону, уже не надо кто-то тебе объяснит, по телефону послушает уже всю историю или можно читать ее всю историю. Тоже такое мы старались еще. Есть тоже еще проект будет с нами, ну, тоже в детской домах. Ну, мы стараемся, что в общем показать Беларусь, что только что мы вместе, только вместе мы защищаем нашу страну. И мы стараемся это все сделать от души. Это меня никто нам не просит, никто нам не отдал, никто нам это не дает ничего. Это все от души. Мы просто собрали и говорю, когда мы говорим о организации Патриотов Беларус, это не значит, что я Патриот Беларус, а вы не Патриот Беларус. Это любой человек, который любит свою страну, он переживает за эту страну, он уже автоматически можно сказать, что он Патриот Беларус. Можно он поступил в Патриотов или не поступил, но это наше переживание, и потихоньку мы уже поднялись, поднялись вместе. Я считаю, что у меня семья, мама осталась убивать, я считаю, что Патриот Беларус это я, это моя маленькая семья, которая держит меня здесь, в Беларус. Я очень команда, я с ней просто в эту организацию. Когда мы ездили вообще, когда мы ездили по всем Беларус, по всем городам, для меня было очень приятно, когда я появился обратно в мой родной город Гродно, потому что в моей молодости там, когда я приехал только, это был в Гродно. Там душевно вообще, как будто мой маленький город, я так уже взрослел и сказать, я вернулся и показать, как я хочу защищать это все, для меня это было чувство незабываемое. Но я еще хотел сказать, например, когда мы жили хорошо в Ливане, и мы не ценили это, и сравнить сейчас, как мы живем. Люди много чего потеряли. Когда я ездил по много, ну, сказать, в Европу, по много стран, ну, конечно, мне интересно смотреть новая страна, как они там, но жить там очень трудно. Почему трудно? Потому что, например, в Беларус можно сказать, привык, что чистота много. Там не сильно много, где-то грязь, дорого. Скажу пример, например, хотел купить квартиру, например, в Вильнюсе, недорого квартиру, а коммуналька 400 евро. То лучше снимать квартиру тогда, если снимаешь квартиру в Минске, это дешевле, чем коммунальный в Вильнюсе. А мы не можем сравнить, например, говоришь, можно много кто-то говорит, что здесь плохо мы живем, да? Хорошо, ты за границу можешь, ты заработаешь больше, но ты платишь больше. По всем, по коммунальку, по квартире, по всем, по всем, на машину, бензин, на все платишь в два раза больше. Я считаю, что здесь мы хорошо живем. Если кто смотрит, всегда надо смотреть и ценить, что есть у вас. Например, мы раньше не ценили, что, например, сегодня вы зайдете домой, ну, вот светится у тебя дома, свет есть, заходишь в ванну, помоешься, вода есть, сидишь, смотришь телевизор. Это обычный, да? Мы это не ценили в диване. мы зайдем, вообще света нет, вода нет, вообще ничего нет. Но это, что вы привыкли, что вы это живете, в этом, да? Вы не цените уже, думаете, что это обычно. Это необычно уже. Цените, что есть у вас. Еще есть у меня такой пример, что я просто знаю здесь, что даже государство, когда много детей дает квартир, да? Ну, где в Европе, где в какой-то мир они дают квартиру? Скажите мне, где до сих пор есть такой? Вообще нету нигде такой. Но просто есть люди, которые они в жизни не недовольны. Сейчас скажу пример прикольный. Так, сейчас пошел у меня вот такой пример. Мы как будто в школе, да? Мы студенты. Есть умный человек, есть средний, и есть который вообще двойник, да? Двойщик, как сказать. Умный человек, для него все легко, он понимает все и знает, что творится вокруг его. Давай так считаем, как будто мы всю эту страну как в школе, да? И средний, он просто учится, не лезет никуда и сдает свой экзамен. А двойник, он всегда недоволен. Издолго, он хочет найти ошибку в преподавателя. Или в школе, главное, что он сам умный. Это тоже у нас так, в народ тоже так можно отделить их на три. Которые понимают все, что творится, которые они просто, им надо просто жить, они не хотят не лезать никуда. и есть люди, которые они недовольны в жизни и смотрят на других и их не хватает. Просто сидят дома и говорят, нету работы, нету ничего. Чего? Иди работай. Я могу сказать много пример, которые нехватка работников, а люди не хотят просто работать. Просто говорят, все, говорят, что нету работы, все, посидим дома, нету работы. Но это неправильно. Мы же живем, все видим это. Наоборот, живи в свою страну, помогай в свою страну, что поднимаешься. Если у тебя какие-то смыслы по работе, это нормально. Чего? Потихоньку поднимаешься. Где мы плохо живем? Давай посмотрим. Мы все гуляем, все идут в отпуске, когда надо идти в отпуске, все пойдем вечером в пробки. Ну, я считаю, что хорошо мы живем, но надо, что внутри себя сказать, что меня это хватит, но я хочу больше, я постараюсь поработать. И здесь они дают возможность, если ты умеешь, они дают возможность поработать и зарабатывать. Если ты это сам хочешь, ты получишь. А если ты будешь сидеть дома и говоришь, я хочу работать и нету работы, ты никогда не поработаешь и ты никогда не зарабатываешь деньги. Я хочу всегда говорить правду, что защищать Беларусь, потому что она много для меня дала и познаний, и, может, я растил здесь, я маленький приехал, я здесь растил, это всю мою жизнь, это родная страна. Всегда можно говорить, это вторая родная страна, да, но я не знаю, как тебе сказать, честно тебе, от души говорю, когда я летаю в Ливан, ради мамы, я туда летаю, потому что она одна, она не хочет никуда, ты знаешь, возраст человек, хочешь там быть, меня не хватает кислорода там, я клянусь, вот так, что-то мне не хватает, я хочу возвращаться быстро, и все, когда я здесь, у меня спокойнее душой, это вот, откровенно, вот такое всегда у меня, летаю, хочу возвращаться быстро сюда, я не могу, все тянет, ну, есть такой смысл, народный, нигде ты родился, народный, где ты живешь, и у тебя уютно, а у меня здесь уютно и спокойно, вообще. Вообще, что творится в мире, я считаю, что умные люди, они должны понимать, что вообще творится, да, например, сейчас войну, которая, ну, в Украину, да, конечно, мы все люди против войны, и все люди против, что люди, что они поумрят, но когда заставляют, они заставляют вам зайти в войну, что защищать себя, уже нет вариантов здесь, мы должны зайти, что защищать наш народ, по всем войну умирает мирный житель, можно сказать, но кто виноват, не виноват, который хотел защищать себя от этой войны, виноват, кто заставил нас зайти в эту войну, например, сколько можно, почему они, например, можно сказать, Европа или Америку, почему они идут к нам поближе, 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 мы же не едем туда поближе, нет, тут никого рядом, Америка, чего они едут поближе, поближе, и должны молчать, потом, что было, как и в Ливан, пошли поближе, поближе, уже зашли, уже поздно, мы не можем ничего сделать, и условия, просто, что жить, они дают условия, нет, надо, чтобы мы были всегда гордые, понимают, когда надо, когда не надо, за это мне нравится здесь, и вообще, надо, я считаю, что сейчас, круг нас вообще, очень, ну, огонь, просто огонь, и надо всегда понимать, очень прошу, именно, буду, потому что они понимают, что творится вокруг себя, и они должны просто быть рядом, свою, и поддерживать свою государство, потому что, здесь нет, нельзя, чтобы было ошибок, одна ошибка пострадает, хочешь попробовать, потом попробуй, еще где-нибудь, сейчас нельзя, ничего, никаких ошибок, потому что, если одна ошибка, ты не можешь потом держать ничего, все, свалится, все свалится, ну, я не говорю это, что говорит, ой, он разговаривает, ну, что я говорю, зайдите просто в интернет, и посмотрите, в конце я хотел сказать всем вашей команде, спасибо большое, что меня позвали, за то, что я вижу ваши переживания, тоже за ваш, тоже за наш, можно сказать, Беларусь, я хочу, что побольше, тоже людей, как вы, и мы ждем тоже вас, патриотов, что вы с нами поступили, хочу тоже сказать спасибо, все Беларусь, которые нас будут видеть, и еще которые не будут, и будут слышать о нас, и которые будут верить, и доверяют это все, о котором мы говорили, потому что я знаю, что у нас в Беларуси столько есть и добрые, и хорошие люди, которые они хотят жить спокойно и уютно.